Всем привет! С вами снова Добрый Макс и мы продолжаем проходить замечательную игру The Legend of Greenrock. Легенда о мрачной скале. Ну и прошлая серия немного короткая оказалась, но тем не менее очень насыщенная на события. Все-таки хочу отметить, что наконец-то мы с вами научились бить колдунов и при этом у нас это очень даже неплохо получается. Ну вот, пожалуйста, еще один. Откуда же вы все беретесь? Вот. И в прошлой серии удалось спуститься на уровень, по-моему, 11 или 12, не помню. Но он меня очень впечатлил и я очень жду продолжения, когда же мы наконец-то с вами попадем туда. И почему колдун за нами не идет? Мне это не совсем нравится, потому что, как правило, это означает, что он выйдет тогда, когда нам будет это не с руки. Да, вовремя я подошел. Да, мы знаем, что ты тоже можешь биться с помощью огня. И вот он опять ушел за стену. По всей видимости. Да, эти герои, они умеют выпрыгивать. Самый неожиданный момент. Давай-давай, подходи сюда поближе. Ты мне здесь очень нужен. Так. Ну вот вы обратили внимание, да? Они иногда очень интеллектуально себя ведут. А иногда, ну на самом деле, ну просто какой-то ужас. Вот смотрите, как он долго там летает. И мне приходится себя под удар подставлять. Так. Так, и все-таки он успел нас задеть. Ну куда же ты опять деваешься? Так, и мне очень необходимо восполнить мои запасы магии. Давайте-ка попробуем его заморозить. Вот где вот он там ходит. Да. Такие вот моменты мне... Ну вот куда вот он ушел? И вот это вот противное стрекотание слева, конечно, оно совершенно не вселяет в меня оптимизм. Давай уже подходи поближе. Вот когда он использует магию льда, в этот момент нужно вовремя убежать. потому что если, допустим... Так, ну вот, отлично. Так, вы обратили внимание, да, что мы... Что нам удалось все-таки убрать его защиту. Вот, видите, о чем я говорил? То есть нужно вовремя уходить с линии его огня, потому что эта магия действует очень быстро. Отлично. Как много мы у него срубили в этот раз. Так. Промах. Самое главное, чтобы сейчас новый персонаж не появился на сцене. Супер. Так. Какое же противное все-таки это стрекотание. Давайте сохранимся и посмотрим, что у нас там с уровнем. Отлично. Супер. Ну что ж, друзья. Я так думаю, что скоро нас с вами ждет небольшое повышение. так, спать пока не будем. А, все понятно. Давайте немного осмотримся. Так, и отлично. Очередная трава, которую мы давно уже не пользовались, кстати говоря. Так. Никаких секретиков я не вижу. Да, чем дальше играю, тем все страшнее. Но я уже говорил об этом. Так. Вообще, конечно, довольно-таки сложно играть вот с этими колдунами, потому что если раньше, допустим, можно было бы себе позволить биться несколько раз, точнее, неправильно говоря, не несколько раз, а с несколькими врагами, то теперь это не получается сделать. так, ну и ладно. Я сделаю все, чтобы только избавиться от этого ужасного стрюка. Отлично. И нас заразили. Таким-то образом умудрились. Так. Вы посмотрите, сколько здесь вариантов выхода. И обратите внимание, что мы нашли очередную вещицу. Да, совершенно верно. Это грифс. Ну, видимо, какие-то поножи мужества. Защита плюс 15. Да, то есть от этих можно избавиться. Да, обратите внимание, Халк у нас с вами просто уже практически 100% мужественный. Не хватает только шлема. Может быть, я его там где-то пропустил, конечно. Так, и мы пока еще с вами носим наручи пластинчатые. Потому что очень неплохой у них бонус к защите. Так. Давайте-ка попробуем. закрыться и поспать, что ли. Да, вот как раз. Халк у нас здорово противостоит вот этим вот заболеваниям. Всевозможным. Вы, наверное, обратили внимание. Так. И вот, наконец-то, очередное послание. сломанный механизм контролирует портал. Оттуда мы можем убежать. я все еще слишком слаб, чтобы двигаться. Но я счастлив, что ты прогрессируешь. мне нужно собраться с силами, так, чтобы мы могли уйти вместе. Отлично. Ну и вот, мы все-таки, наверное, приближаемся к тому, чтобы увидеться с нашим покровителем. И вы знаете, вот я припоминаю, что мне подсказывали по поводу останков, что они находятся на уровне 9. мы сейчас уже с вами на 10 уровне. А где же здесь могут быть останки? Может быть, они все-таки не здесь? Ну да ладно. Видимо, все-таки придется за ними вернуться. Тогда, когда это будет необходимо. Так, ну и что же? попробуем все-таки обойти с другой стороны. А вот это место будем охранять как ну, как некий схрон будем использовать. Так, ну и с другой стороны обратите внимание, что здесь вот осталась дверь, которую мы не можем открыть и которой нет никакого секретика. Может быть, да нет, это делается не так. Так, давайте попробуем сначала поменять факел. Так, отлично. Ну, как же мне сюда пройти? и каким образом и что мне нужно положить вот сюда? Да, непонятно. Ну вот там, видите, что-то такое полезное лежит. Значит, мы скорее всего подойдем к этому месту с другой стороны. Да, совершенно верно. Ну и ладно, не будем долго задерживаться на одном месте. Давайте продвигаться вперед. А может быть, если нажать... Да нет. Я-то, честно говоря, думал, что если я сейчас нажму повторно на эту кнопку, то, соответственно, может открыться вторая дверь. Фу, так, ну да ладно. Давайте сохранимся. почему нам до сих пор не дали уровень. Нам он сейчас нужен как воздух. Так. Какой-то длинный меч. Ну, вы знаете, если это обычный длинный меч, то я его сразу выкину, потому что... Ну да, совершенно верно. Зачем он здесь нужен? Не знаю, может быть, для тех, кто вдруг решил передумать посередине игры. И вдруг начать пользоваться мечами, допустим. Угу. Ну, то есть мы с вами полностью открыли. Вот этот вот перекресток. Так, ну и что же. Я очень боюсь туда идти. кто-то за окном сигналит. Так. Вы знаете, у меня сейчас родилась очередная идея, очередное предположение по поводу нашего покровителя. И идея это следующая. так. Интересно, если сейчас отлично, то есть он может открывать это все сам. Это просто обалдеть. Ну и не вовремя совершенно. Потух свет. Так, ты к нам сам придешь? Да, то есть вот я совершенно забыл про то, что они сами умеют открывать эти решетки. То есть в любом случае, как бы то ни было, нам не удастся очень долго стоять и смеяться ему в лицо. мне вот совершенно не хочется бороться с ним вот в этом тесном коридоре. Потому что единственный способ его скажем так повернуть это, разумеется, быть от него подальше и танцевать с ним на так, ну и давайте отлично так, я предлагаю вернуться вот сюда. Я надеюсь, что пока мы тут повышаем уровень, соответственно, никто нас не потревожит. Так, ну и что же, давайте давайте что сделаем? Наверное, сначала немного поспим, что ли, да? Обратите внимание, да, как долго держится заражение у Биовульфа. Может быть, он вообще не может самостоятельно от него излечиться? Что, скорее всего. Ну, давайте его тем не менее покормим. Может быть, ему это как-то поможет. да, а еда действительно начинает заканчиваться, друзья. Видите, да? Ну, понятно, что чем больше действий мы совершаем, тем больше затраты энергии. Так, а что у нас? Почему у нас здесь нету места совсем? Да, мы слишком просто много с собой всякого носим. Давайте-ка мы всю еду уберем вот сюда. Так. И, а вот, отлично, у нас биовульф наконец-то излечился. И давайте быстренько покормим Робина Бэда. Так. Да, не весело становится с едой. Действительно, все были правы, когда говорили, что с едой будут проблемы. Ну да ладно, не будем унывать. Так, давайте повышать уровень. Перед этим я предлагаю сохраниться. Наконец-то уровень. Так, ну и что же, что у нас здесь? У нас здесь броня. На самом деле, вы знаете, я вот думаю, что скорее всего мне нужно повышать именно броню, потому что уже начинают попадаться такие отличные вещи, как вот, например, вот такие вот пластинчатые наручи. И, в общем-то, уровень защиты плюс 12, это очень даже неплохо. То, что мы сейчас сносим, это просто обычные кожаные перчатки. Я удивлен, что вот в этой хитиновой броне нет каких-либо хитиновых тоже перчаток, но, насколько я понимаю, раз мы заслужили достижение стин, то, что мы одели полностью всю хитиновую броню, видимо, это действительно полный набор, полный сет. Ну, ну да ладно, нам в любом случае нужно одевать вот эти вот пластинчатые наручи, потому что, обратите внимание, то, что мы так здорово продвинулись с броней, это здорово нам помогает в борьбе с толстолобиком, с винотаром. В прошлый раз именно благодаря броне, по-моему, удалось сдержать его натиск. Так, что-то у меня язык заплетается, непонятно почему. Так, ну и давайте. Значит, понятно, что в любом случае мы будем дальше качать мечи, будем дальше качать атлетику, тем более там дальше у нас прибавляется сила плюс два, значит, мы будем с вами носить больше, ну, будем большую нагрузку. Так, что я хочу сказать? Ну, то есть, мы больше вещей сможем носить. Так, да, давайте прокачаем именно вот это броню, отлично, и давайте сразу заберем у Халка вот эти наручи. Не зря, не зря мы с вами их носили. Отлично, и сразу уровень защиты возрос аж на 10 пунктов. Супер. Так, ну, а я так полагаю, что у всех, нет, не у всех есть, кстати говоря, перчатки. Давайте мы отдадим их Робин Бэду. У него уровень защиты вообще 6, обратите внимание, это какой-то кошмар, зато уклонение 61. Я так полагаю, что нам здорово это помогло, когда мы бегали на испытании бойца. Так, ну и что же, когда у нас там Халк получит уровень? Ну, тоже скоро, но не так скоро на самом деле, то есть не получится так убить одно насекомое и получить уровень. Так, ну и что же, мы сохранились, давайте двигаться дальше. Да. Отлично, давайте лучше здесь поборемся. как так получается, что у нас двух наших героев заразил. Так, давайте-ка мы вот сюда отойдем. Да. И нам придется вот в таком состоянии биться с колдуном. это очень даже нехорошо. Так, ну и что, он продвигается? Да, он где-то совсем рядом. супер. Ну и что же, где же ты, дружище? супер. Удается его бить с помощью его же оружия, с помощью магии. Успели, отлично. Так, ну и теперь самое главное не допустить ошибки. Все, отлично, его поле нейтрализовано с помощью всего лишь нескольких заклинаний магии огня. Супер. Так, отлично. Слэш. Супер. Отлично, и Халк тоже получает уровень. Да, друзья, эта серия тоже насыщена на события. Вообще, последние серии пошли такие достаточно плотные. Так, ну и давайте посмотрим, что же мы с вами хотим здесь развивать. У нас, кстати говоря, Халк более такой взвешенный персонаж получается. Ну так, мне так кажется. Потому что у него все умения прокачаны. Хотя нет, вы знаете, и у Беовульфа более-менее все так неплохо. Просто у него там мечи на 23 уровне, а здесь все как-то более взвешено. Так, ну и что же, так, что нам стоит повысить? Здесь, конечно, можно тоже прокачать атлетику. Ну, в смысле, не тоже, а прокачать атлетику, потому что таким образом мы повысим себе силу на плюс 2. Но, меж тем, все-таки хотелось бы также заняться топорами, потому что обратите внимание, насколько много срубает Халк, если он удачно попадает по врагу. Но сделать нам это придется только уже через уровень. То есть, вот этот вот мощный удар Клив, он как раз появится только на уровне 22. Так, что у нас с броней? Ну, броня тоже неплохо. Защита плюс 2 у нас возрастет, но защита у него и так достаточно неплохая. Единственное только что, конечно, вот то, что Шилд Эксперт это то, что удваивается бонус уклонения. Ну, насколько я понимаю, ну, в принципе, да, неплохо. Уклонения сейчас у Халка всего лишь 12. Так, даже не знаю. Атлетика. Да, Атлетика тоже нужна. Да, здесь, в принципе, все умения важны. Они одинаково важны, потому что, допустим, вот если нам, конечно, удастся докачаться до Армор Мастер, но я, честно говоря, в этом сомневаюсь. Ну, да ладно, давайте не будем долго думать, потому что, на самом деле, мне кажется, что вот это вот... Отлично. Кто там летает? И это происходит совсем рядом. Так, вот, то есть, что я хотел сказать, это то, что, на самом деле, умение биться на топорах сейчас нам очень пригодится. Броня, да, здорово, и то, что защита плюс 2, тоже здорово, но, в общем-то, сейчас нам это не совсем нужно, потому что все-таки вот этот вот удар, мощный клив, я так думаю, что он нам больше нужен, а отодвигать его, скажем так, прокачку, еще получается на 2 уровня, это как-то совсем нехорошо. Зато вот в следующий раз, когда мы будем повышать уровень, как раз мы этот удар изучим. Так, ну что ж, ладно, давайте не будем долго здесь задерживаться. Вы знаете, в последнее время удается как-то побыстрее разбираться с прокачкой, вообще с повышением уровня. Так, ну и что, где-то все хорошо в этих насекомых, но вот то, что они заражают таким образом активно, это, конечно, не говорит в их пользу. Так, и у нас там с вами какое-то огромное открытое пространство. Ну, с другой стороны, то, что я не слышу цепей, это означает, что колдуна здесь вроде бы поблизости нет. И там где-то спуск, что ли, нас с вами ждет. Так, там все-таки кто-то ходит. отлично. Так, давайте-ка мы поменяем факел. Да, совершенно верно. Так, и что давайте сделаем? На самом деле, я уже давно хотел этим заняться, но все как-то времени не хватало. Но под конец этой серии, я думаю, нужно обязательно это сделать. Нам нужно разобраться вот с этими свитками. Они, конечно, весят очень мало, но на самом деле они просто занимают место. Так, ну, пожалуй, этот свиток мы тоже выкинем. Это тоже нам уже не нужно. Так, ну, это мы поняли. Очередная угроза. И вот эти два свитка мы, пожалуй, оставим здесь. Так, значит, с едой все понятно. Так, вот эту записку от Турума мы, пожалуй, так, тоже сложим. Вот. Практически начинаю говорить стихами. Тоже сложим. Так, так, так. Ну и что же, здесь мы это, пожалуй, все оставим. Здесь все, в общем-то, неплохо. Да. Так, и что у нас там у Робин Бэда? Давайте разберемся. В принципе, мы носим сейчас пока у него всякий мусор. Но, как выясняется, этот мусор нам очень даже может пригодиться. Нужен нам вот этот вот капюшон или нет? Ну, наверное, наверное, нет. я его вообще оставлял только для того, чтобы получить бонус за полный сет нинди. Но, видимо, не судьба. в любом случае, ладно, давайте пока сложим сюда, чтобы он места не занимал здесь в основном инвентаре. Вот. Но на самом деле все-таки у меня есть желание пока его оставить. Так, значит, все-таки с кинжалами все очень даже непонятно. они у нас совершенно не прокачаны. У нас прокачиваются совершенно другие вещи. Да давайте его выкинем. Он нам совершенно не нужен. Мы не пользуемся абсолютно. Так, пожалуй, мешочек мы положим вот сюда. Так, и давайте все бомбочки сложим в одно место. Ну, как-то так. Так, и что у нас здесь? Я прошу прощения, что я на это очень много времени трачу, но на самом деле иногда все-таки нужно наводить порядок. Так, что у нас здесь со свитками? Ну, пока, пожалуй, оставим, наверное, да? Ну да, они нам не особенно мешают сейчас. Так, ну и что же, вроде бы все. Так, давайте вернемся к игре. Там дальше у нас спуск вниз. причем обратите внимание, что получается у нас два спуска, то есть то, что уровень здесь запечатан, это еще ничего не означает. Вполне вероятно, мы с вами сможем все-таки туда попасть, а просто через другой вход. Так, как много дают вот этих вот бомб. Ну и в результате обратите внимание, что у нас опять перегруз. Кому отдать бы бомбы? Может быть, мы отдадим их Халку? У него с загрузкой вообще все в порядке. Ну да, наверное, так и поступим. Так, а это что за бомбы? Фрост бомбы. Да, с бомбами у нас вообще, друзья, полный порядок. Так, ну что ж, ладно, давайте еще немного осмотримся. Пока вроде бы никаких секретиков я не вижу. Но меж тем, смотрите, вот эту дверь нужно будет открыть как раз с помощью какого-то секрета, видимо. Так, давайте еще сюда посмотрим. А, ну понятно, то есть я просто с другой стороны подошел. Да, на стенах ничего эдакого нет. Опять кто-то смеется. Так. С факелами у нас, по-моему, полный порядок, поэтому не будем здесь задерживаться. Так, ну и что же, ладно, наверное, дальше мы уже пойдем в другой серии. что ж, все больше и больше накаляется повествование, так что я надеюсь, что в следующей серии мы еще с вами что-нибудь такое интересненькое откроем. Ну что ж, а если вам нравится прохождение, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. С вами был Добрый Макс, увидимся в следующих сериях. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok